Сегодня мы приготовим кекс по просьбе многих зрителей, которые видели у Коли, как я готовила кекс. Нам понадобится вот такая форма, 2 йогурта, стакан сахара, даже чуть-чуть меньше стакана, 100 грамм ореха, 30 грамм изюма, 2 яйца, стакан муки, вот такой стаканчик из-под йогурта. Значит, 2 яйца, стакан муки, немножко ванильки, стакан из-под йогурта, стакан подсолнечного масла. А йогурт какой жирности должен быть? Ну, я беру то, что у меня дома всегда есть, какие остаются, вот этот 3,2. Жирность, да? Да, обычно какие дома есть йогурты остаются, потом чайная ложечка уксус соды, как всегда мы делаем. Значит, так, для того, чтобы начать приготовить тесто, мы возьмем такую посолину. Значит, хотела оселить людям отношения моей прически. Ну, как подстригли, так и подстригли. Волосы должны отрастить. Кому не нравится, можете не осмотреть, как говорится. Это раз. Во-вторых, какая-то одна женщина вам писала, почему эта женщина постоянно в одном и том же форме. В одной и той же одежде. Я вам хочу сказать, мои дорогие зрители, одежды у меня много. Каждый день я меняю новую одежду. Но получается так, что мой сынок приезжает тогда, когда одевает эту же самую одежду, но чистую, чтобы особенно этим не заморачивались. Значит так, два яйца. Теперь мы эти два яйца. Высыпаем сахар. И взбиваем. Можно просто вилкой, да? Да, я вилкой. Если люди миксером пользуются. Я так себе без... Особенно если бы что-то такое большое делала, то кекс будет небольшой. Вот такая форма. Значит так. А, маленький вот такой. Теперь после этих двух яиц, вот так мы тщательно перемешали, я добавляю два йогурта. Можно разных вкусов, да? Разных. Я вам говорю, что этот рецепт меня научила одна итальянка. Я к ней приходила домой, я работала у этой женщины. И вот она все время мне говорила, слава, какой йогурт есть у меня дома, я его использую. Она всегда делала такой кекс. То есть любой вкус может быть, да? Любой будет, да. Вкус, главное, чтобы был йогурт. Вот видишь, это оно яблочное, и рядом у меня еще клубничка. Осталось дома вот эти два йогурта. Я мешаю. А разрыхлитель добавляешь? Разрыхлитель это у меня будет чайная ложка. Уксус, чайная ложка маленькая, даже не чайная, а половина ложки. И с уксусом, так как мы всегда делали. Видишь? Так, мама. Так, потом мы берем, вот видишь, у меня здесь сода. Я беру... Ты ее гасишь, что ли? Да, я беру так половинку. Видишь? Загашиваю, как говорится. Так, чуть-четку. Старым методом. Оп. И все. И туда. И туда дальше. Мы это тщательно перемешиваем и добавляем. Вот из-под йогурта, такой сам йогурт, мы сюда наливаем масло. А масло только подсолнечное или можно оливковое? Нет, я знаю, что она все время делала подсолнечное. Но некоторые делают и маргарин, топят и масло. Но она делала всегда так. Вот так. Дальше мы опять это перемешали. Вот так. Добавим туда 100 грамм орешек. Можно и что-то другое, да, что есть под рукой? Да, в той раз у меня был просто один изюм. Иногда я добавляю, если я просто так же само по этому рецепту делаю, я добавляю сута яблока. Одно почищенное или два внутрь. Если даже любое, может быть, игрушка, и сливка, и персик. А изюм не надо предварительно замачивать в горячей воде? Некоторые замачивают, но я бросаю так сам. Без всяких этих. Так, теперь я добавляю, вы же мне просили мой рецепт, я вам показываю, как делаю я. Я добавляю муку. Сколько надо примерно время для того, чтобы приготовить? При температуре, сейчас я скажу, 200 градусов 30 минут. Ну, я же говорю, там в зависимости какая духовка, и 45 может быть. Как печет, так я беру чуть-чуть ванильки. Добавляем. Вот так. И мы. Тесто должно быть такое, как густая-густая сметана. Сейчас я вам покажу. Потому что оно не должно быть забито, да? Не, оно не должно быть забитое, а вот именно вот такая должна получиться. Потому что он тогда будет хорошо выпеченный. Все вилкой вот так. А форму чем будем смазывать? Нет, я ее просто возьму, масло сливочное вот так. Желтые такие хорошие. Ну, желтые может быть, потому что яйца такие, знаешь. Даже я тебе хочу сказать, я бы еще чуть-чуть, я брала вот такой хуторок мука. Я не досыпала целый стакан. Еще добавили, да? Чуть-чуть, потому что стакан не был полностью сборкой у меня. Вот так. Сейчас как раз то, что мне надо. Тоже смотришь, как ты его приготовишь. Доле, не мешай мне, пожалуйста. Биля, ты тоже не мешай. Все сидят возле мамы. Все в ногах сидят, да? Вот, сейчас я возьму масло в холодильнике. Давай я возьму твое. Да, подай мне, пожалуйста, масло. Сливочное. Да, сливочное масло. Это просто для того, чтобы смазать форму. Да, просто смазать форму, да. Я ее даже могу вот такой кусочек маленький отрезать вот так. Раз. И вот так. А мукой сверху ты не посыпаешь? Не, не посыпаю. Есть люди посыпают. Некоторые... Это зависит еще от формы. Какая форма. Есть такая форма, что пристает. Ну, вот мне вот эта форма, я не знаю, я в нее три раза пекла. И она мне настолько... Ну, вот хорошая. Мне она очень нравится. Она немножко постоит. Это с Италией? Да, еще с Италией. Ну, алюминиевый. Вы знаете, вот все говорят, там, силиконовые новые. Это все... Это тоже с Италией, как бы то ни было, люди там, новые всякие формы. Аллы все равно возвращаются к алюминиевую посуду. И к алюминиевым вот таким... Всяким этим... Ну, хорошо надо смазывать, чтобы, видите, все края, чтобы оно хорошо потом отошло. Да, да, да. Тут даже маленькие кусочки я выброшу сюда, чтобы не выбрасывать. Вот так. Я вот сейчас перемажу. И покажу, как оно будет выглядеть. Вот так. Подожди, с ним посадка. Руки вот так. Жарные. Вот, рыбала. Так. Все. Вот так. И теперь мы это все... Сюда в форму, да? Да, все вот так. Высыпаем. Вот так. Мне нравится, что оно желтое. Ну, оно желтое, потому что оно на яйца домашнее. Я добавила два домашних яйца. Они такие желтые. А так оно не всегда бывает и белое, если даже в магазины яйца добавляешь. Но я хочу сказать, во-первых, это быстро. Дома всегда можешь найти, как говорится, два йогурта, да? Угу. Очень быстро готовится. И всегда у тебя что-то может быть до чая. Еще я хочу сказать то же самое в этом рецепте, что мне нравится. Что вы можете добавить. Если у вас есть яблочко, можете одно яблочко кусочками. Если у вас есть игрушка, можете игрушку добавить, персик или сливку одну. И именно в этот кекс оно будет очень вкусно. Так, сколько градусов нам надо? Значит так. Мы берем, предварительно надо разогреть, 200. 200 градусов. А можно сразу сюда? Да, я поставлю, но все равно ее желательно его разогреть. И если при температуре 200, я буду смотреть, 30 минут мы ставим. 200 градусов 30 минут? Да. Да, но бывает что такое, что я даже в том чуть-чуть скручиваю и смотрю 45, это 45 и он уже готов. Да. Так, кекс уже почти готовый. Сейчас будем его вытаскивать. А его сразу надо переворачивать? Да, ну, я его сейчас возьму немножечко, он должен немножко постоять, холодненький был. Ну пусть постоит немного. Смотрите, какой красивый получился. Я положу передню с другой стороны. Ага, красивый. То что, будем ждать, чтобы он немножко... Да, чуть-чуть подождем. Да, потом мы его будем... И я вот так чуть-чуть сейчас промерю, да, и перевернем его вот на ту сторону. Так, мы его перевернули. Так, у нас кекс получился. Мы можем, знаешь как, мы можем нарезать вот так вот кусочками. Не зачем резать, оно еще немножко горячевато. Я просто покажу, какое оно есть, а ты можешь себе отрезать. Через вот такое вот сито. Да, вот такое ситочко. И сверху чуть-чуть. Вот. Все. Красиво. Сейчас мы его чеканим. Так. И покажем вам, какой он будет в разрезе кексик. Такой высокий, смотрите, какой классный. Что, можем его разрезать, показать? А, нет, сейчас я вам не делаю. А, вот ножик есть. Нет, сынок, я не думаю, лучше вот этот возьмем, вот там, где он лучше режет. Хочешь, я разрезаю? Давай разрезаю. Маленький кусочек просто, чтобы подавиться. Видите, какой он мягенький, когда режется. Чуть-чуть, вот так маленький. Да, потому что он еще теплый, сынок. Ну, понятно, что оно нельзя. Да. Вот. Вот так он разрезит, с орешками. Он сейчас выстенит, да? И будет уже такой более забитый. Смотрите, какой вкусный кекс. Сколько-то? Минут 50, да? И 45 минут. Ну, за колотеть минут 10 и за этот 50 минут. Вот такой вот вкусный кекс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...